Дмитрий Ярош сложил в себя руководящий полномочия правого сектора. Формальный повод, который приводит теперь уже бывший лидер этой запрещенной в России радикальной организации, по состоянию здоровья. Хотя и не только. В том, что послужило истинными причинами ухода Яроша, разбиралась Ольга Князева. Он называет себя профессиональным революционером. Заявляет, что далек от политики, но при этом не исключает участие в выборах президента Украины. Националист Дмитрий Ярош больше не лидер запрещенного в России правого сектора. Я не могу быть свадебным генералом в правом секторе, поэтому я вынужден ответить отказом на предложение конференции и слагаю с себя полномочия руководителя национального освободительного движения правого сектора, оставаясь националистом, государственником и революционером. На Украине Яроша считают самым радикальным проектом олигарха Игоря Коломойского. Еще в сентябре националист призвал украинцев к митингам против власти. Политологи сходятся во мнении. Президент Украины надеется, что с уходом лидера градус радикальных настроений в правом секторе снизится. Ну, очевидно, что, скорее всего, было определенное давление на Яроша со стороны Порошенко через силовиков. Порошенко прекрасно понимал, что эти люди, они очень, я имею в виду, неконтролируемые им нацисты украинские, они будут представлять угрозу, приручать для него самого. Своих боевиков Яроша крестил солдатами национальной революции. Из провокаторов и людей, спошатнувшиеся после войны психикой, делал героев. Буквально сутки назад эти так называемые герои ворвались в здание горсовета Мелитополя в Запорожской области. Боевики с оружием блокировали работу депутатов и настаивали на лишении должностей представителей оппозиционного блока. В Мариуполе во время предвыборной гонки защищать интересы отдельных партий и обвинять оппозиционеров в фальсификациях приезжали люди в балаклавах и с автоматами. Печально знаменитая перестрелка в Мукачево, по версии боевиков права сектора, это их борьба с беспределом в МВД. Специализировались и на захвате церквей. Эта откровенная идеология войны всегда настораживала европейских партнеров Украины, особенно после того, как СБУ остановила на границе страны полсотни боевиков ИГИЛ. С кем у ИГИЛ может быть связь, политическая какая-то, обмен именно в Украине. И самый вероятный кандидат для этой связи является правый сектор. Сегодня Европейский союз требует примирения в Украине, окончания войны, потому что война сегодня угрожает безопасность уже Европейского союза. И поэтому всякие самые одиозные организации типа правого сектора будут потихонечку убираться с политической сцены вообще. Дмитрий Яруш утверждает, уход с должности связан с разногласиями внутри организации. Одиозного лидера сравнивают со Степаном Бандерой. Но факт отставки говорит об обратном. В 40-м году похожим образом лишился власти конкурент Бандеры. Другой идеолог организации украинских националистов Андрей Мельник. А Степан Бандера собрал под своими флагами самых ярых радикалов. Теперь переформатирование предстоит и современным украинским националистам. Флаги запрещенной в России организации правый сектор, неизменные декорации майданов и митингов против власти на Украине. Завтра в Киеве их может стать гораздо больше. Если радикалов не устроят кандидатуру нового лидера партии, они приедут сюда со всей страны. Ольга Князева, Павел Матвеев, Анна Ток. Первый канал. Киев.